6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС-прикосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Первая. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Так, приветствую всех. С учетом того, что я в футболке нахожусь РДК, честно отжатую, подаренную командиром РДК Денисом, продолжаем рубрику роликов, в которых военнопленные армии РФ, которые находятся сейчас в плену, хотят перейти на сторону добра и, по сути, служить в подразделении Дениса в русском добровольческом корпусе. Поэтому представьтесь, пожалуйста, в камеру разбитого Самсунга. Это секретная информация. Вам она не нужна. Что я хочу услышать? Хочу услышать о твоей судьбе, где родился, чем занимался и, грубо говоря, до попадания на фронт. Родился в Москве, занимался, ну, отучился в школе, потом по специальности повар. Родитель москвичей? Нет, приезжий. Так. Вот. Отучился, ну, работал, в принципе, как обычный мужик. Все профессии рабочие, рестораны, бизнес, столярка, на швейке было, в продажах был. Разное, так скажем, помотало. Вот. В итоге, грубо говоря, в оконцовке объявилась мобилизация, объявилась. Попал на СВО по мобилизации. Это очень-очень-очень-очень быстро. А, понял. Да. Семья, дети. Да. Женат, детей нету. Когда свадьба была? В 2023 году. А, вот недавно. В отпуск, когда ездил, да, последний. То есть, до этого ты не мог с кем связать? Нет, мы 14 лет прожили вместе, просто детей нет, и, как говорится, ну, как-то жили, как родные люди, жили и жили дома. Ну, штамп в паспорте, что изменит, в принципе. Отношения друг к другу не изменят, ничего не изменено. Согласен. Почему детей нет столько времени? Это, так скажем, физиологически способность связанная. Нет, это... Хорошо. Что делает человек в Москве, почему так сложно себя найти? Почему так много профессий? Почему не было какого-то одного места работы? Ну, времена, во-первых, разные были. Начинал я ресторанный бизнес, это 98-й год, соответственно, другая политика была совершенно, и жизнь другая была. Вот, после этого уже... Это был твой ресторанный бизнес? Нет, нет, я наемный работник, просто хотел карьеру сделать, в то время это было перспективно и престижно. Администратору ресторана, например, в нулевых, это было достаточно престижно. Я согласен с этим. Потом, ну, соответственно, карьера, крупные компании, сетевые рестораторы, они делали достаточно такие карьерные вещи для людей, то есть там до директоров доходили и высшие топ-менеджеры, скажем. Но потом, естественно, все это немножко как-то начало портиться, портиться, отношение к этим людям стало хуже, ну, лично по моему мнению. То есть эта прослойка работ, скажем, карьера, она ушла на нет. Все это стало просто обслуга в случае персонала, который не имеет никакой... Ну, и плюс очень стало пересыщаться, мне кажется, Москва большим-большим-большим количеством ресторанов. Абсолютно верно. Я, друзья, просто тоже москвич, если кто не знает, поэтому я столичную жизнь знаю довольно хорошо. Абсолютно верно. Вот, ну, далее, как бы, плюс к тому, что я еще человек амбициозный, скажем так, и постоянно что-то как-то там придумывал в плане... Я гуманитарий вообще, если так вот брать по раскидкам, я не инженер, там, не технолог, я гуманитарий. Постоянно, периодически что-то пытался придумать свое, там, открыть, какой-то наладить бизнес, ну, маленький, скажем, да. Дело, то есть, самовыражение было что-то реализовывать, что-то создавать и реализовывать, то есть, как... Что-то были из бизнеса. Это были первые, значит, это лавка овощная, ну, оффлайновый, рабочий бизнес, готовый, то есть, все работало. После этого, я могу, конечно, эти направления, ну, последовательность будет немного. Ну, это страшно. Интернет-магазин для животных, корма, там, все вот это приблуды, всякие аксессуары, то есть, тоже сам создавал, было интересно. Еще сайты продавались, я помню, тогда, там, ну, за 50 тысяч тебе сделают сайт, то есть, было интересно самому сделать его, пройти этот путь, как говорится, как это вообще самому все сделать с нуля. Плюс в то время очень ажиотаж прям сильный был в интернете, бизнес с нуля, открой там без денег, ты сможешь, ну, то есть, все под это, кто-то попал, кто-то нет, то есть, кто-то способен на самореализацию, да, принимается. А кто-то, ну, боится, он всю жизнь будет работать, там, на оклад, и ответственности нет, ему хорошо и нормально. Сходил, пришел и все, получил денежки, ты доволен. Да. Ну, у меня, как бы, вот, молодость прошла более бурно, именно вот с таким вот позывом, что что-то свое. Там опять... Что получалось, что не получалось. Честно говоря, на начальном этапе получалось все, во всех видах, потом все сдувалось, почему? Потому что человекоресурсы – это самый ценный, наверное, такой продукт, который должен быть у тебя, как у бизнесмена. Как предприниматель, соглашусь. Вот, и, соответственно, я в основном был один, и, ну, как-то довериться другому человеку даже за деньги, нанять кого-то, которых, в принципе, и не было, раскидываться. Потому что, ну, если брать дистанцию, я не вывезу, это один, и нанимаю людей постоянно. Ну, то есть, и сам, специфика бизнеса, например, корма для животных, я не вывез, почему? У меня нет логистики своей, и мне нужно было принять заказ сначала, поехать на базу, закупиться, и потом отвезти клиенту. Клиент за это время уже обзванивал других, ему тут же и здесь все уже... Ну, 10 рублей дешевле. И прям моментально. Это вот, опять же, клиентоориентированность, избалованность людей, привыкли, что им все, да, все для них. Ну, и, соответственно, обратно товар не забирают, он у меня лежит, я жду следующих покупателей именно на этот товар, и, ну, соответственно, со временем я просто сдулся, и все. Вот. Пытался, ну, там по мелочи, конечно, тоже бывало, пытался перебиться, есть безоходное производство, там, у кого столярки, какие-то цеха такие, деревообрабатывающие, это палеты, вот эти пилеты, пилеты, точнее. Они как... Прессованные. Да, это как туалет, туалет для домашних животных. То есть, тоже нашел человека, начал искать реализацию, в принципе, нашел, и на полмиллиона причем нашел, а у него свое производство, основной заработок на другом, это просто отход. То есть, полмиллиона человек зарабатывает с ровного места, он мне сказал, это мало, я не буду. И, в общем, ну, я понял, что связано тоже, как бы, так, такое время потратил, как бы, и все. Как ты считаешь, ты что-то делал неправильно, или тебе банально не везло, или тебе просто чего-то не хватало? Я отвечу на этот вопрос совершенно сто процентов, я знаю, как ввести, я знаю тысячи неправильных способов, как ты станешь, осталось найти один правильный. Это да. Какая-то речь, очень на удивление. Это столица? Нет. Читал? Читал что? Вообще? Ну, да, читал. Ну, я, как бы, не так уж и много читал на самом деле. Нет, просто для человека, у которого нету, назовем это так, верхнего образования, у тебя слишком правильная речь, и правильные обороты ты используешь, что не свойственно 90 процентам. Я еще раз тебе говорю, это столица, столица Российской Федерации все-таки держит марку. Хорошо, тогда по-другому. Как занесло в столицу, почему ты родился в столице, а родители не из столицы? Да, это хорошо. Ну, мама у меня из Мордовии, вот, ну, отец в Москве был, она приехала, по-моему, 18 что ли лет, ну, в общем, учиться поступать, учиться из деревни, все как во все времена, наверное, покоряли большие города, да, и большую жизнь, мечта. Вот, ну, соответственно, приехала, осталась, познакомилась с отцом рано, и появился, как говорится, я, вот, и... В Москве? Да, я в Москве родился. Кем отец работал? Ну, вы знаете, отца давно нету, и, как говорится, о покойниках либо хорошо, либо ничего, поэтому в данном случае скажу ничего. Давай-ка, это какой-то криминал? Нет, не криминал, просто... Что-то непрестижное. Безработный человек, который ни к чему не стремился в жизни. Окей, хорошо, хорошо. А мать кем работала? Мама у меня, ну, в те времена она как-то где-то перебивалась, но у нее было, вот, опять же, образование свое, вот, по училищу она приехала, там, маляр, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, в итоге она стала работать в строительно-монтажном управлении и проработала там довольно-таки много лет. Вот, и, опять же, одно из, ну, не то, что прям, одна из причин, а вообще возмущение, которое, опять же, накапливается, это пенсия. Человек отработал там много лет, когда пришла оформлять ее, ей сказали, что-то у вас большая пенсия, принесите документы, ну, там коэффициент же должен быть, правильно? Ей в итоге сказали, ваши документы потеряны, они не были оцифрованы, склад неизвестно где, и будете получать минималку 18 тысяч. И доказать ничего не доказала? Она получает 18, плюс Лужковский, там, 20, получается, у нее, там, с копейками, 24, по-моему. Ну, скажем так, а должно было сколько получать, вот, интересно? Честно говоря, не знаю, но когда она мне рассказала, вот, она ходила, там сидит, ну, сидела, который считает, молодая девушка, которая жизни еще не знает, и она считает чужие деньги. И она очень сильно удивилась, типа, нифига себе, какая у вас пенсия большая. Ну, я не думаю, что это 25 тысяч, она считает. Потому что это столица России, она же существует коэффициент, в любом случае, он должен быть по стажу. А как вот мать отреагировала в этот момент, когда она поняла, что государство ее подставило, обмануло? Да, ну, как она, она и не только от этого отреагировала. В любом случае, ну, народ, большинство народ в России, он недоволен вообще жизнью. Это знает, я думаю, каждый, это не какой-то секрет, это все об этом говорят, везде, причем из каждого утюга. Просто никто не может ничего сделать, переменить, потому что, ну, во-первых, все боятся, потому что их другие не поддержат. Ну, во-вторых, им проще между собой посидеть, высказаться, эмоция ушла, и все, и он дальше пошел по своим делам. Тут, опять же, вступает в силу стереотип жизни, построенный сейчас в России, более удобный для управления, скажем так. Создали какой-то некий тренд, к которому надо стремиться, а по факту это просто рабство. То есть, люди вступают в ипотеку там пожизненно, не думая о том, что 30 лет ипотеки – это пожизненное рабство. И по 70 тысяч, там, по 75, не знаю, даже по 60. Средняя зарплата, дай бог, 50, 60, 70, если он найдет, если повезет, и это только ипотека. У него семья еще, помимо этого, какие-то развлечения, жизнь, быт, и люди радостно это делают. Ну, то есть, ну, понятное дело, что такой человек никуда не пойдет, ни с кем качать, ничего делать он не будет. Потом он на крючке. Ну, конечно, все, он попался, и он счастлив от навязанного тренда в малогабаритке с ипотекой пожизненной. И куча, ну, извиняюсь за выражение, спиногрызов, которые ему с женой вместе мотком по голове пилят, иди ищи четвертую работу. Есть выход из такой ситуации? Ну, выход всегда есть. Бывает, что он может не понравиться, а выход-то всегда есть. Ну, дело в том, что, как сказать, например, на примере России, что мое личное мнение, вот существует система, которая должна защищать, в принципе, людей, народ, конституцию, их права, свободы, а получается, наоборот, она против, получается. Идет дискриминация собственного же населения. Верно. И как с этим бороться, ну, я, честно говоря, не знаю. Я могу в теории только сказать, что, соответственно, всю верхушку, вообще все полностью, все аппараты управления надо это менять. Но, опять же, возникает второй вопрос. К власти всегда кто стремится у нас? Это, ну, элементарная психология, психотипы людей. То есть, ну, тот, кто готов идти по головам и там наживаться, а не, как правило, менять что-то в лучшую сторону. Кроме меня, друзья. Кроме меня. Это, ну, естественно, есть, это же не сто процентов, я не кандидат наук, который может трактат, которым будет прислушиваться. Смотри, ты не первый пленный, с которым я общаюсь. Я предполагаю, что очень многие те, кто подписал контракт и отправились на специальную военную операцию, так называемую, по сути дела взяли единственный билет из нищеты. Как ты считаешь? Верна такая точка зрения, неверна? Я думаю, что у большинства, в большинстве случаев, да, так и есть. Потому что общаясь с ними, ну, с людьми, с кем я пересекался вообще, я смотрю на этот контингент просто. Это, конечно, не в обиду им, но я понимаю, что это люди, ну, не избалованы хорошей жизнью. Видно по ним, что они из каких-то регионов, где, ну, в принципе, все очень плохо по развитию, даже, я думаю, и по коммуникации между собой. Абсолютно верно. Люди таких денег не видели, ну, они, может быть, видели, на вахты ездят, когда-то работали, что-то. Но сейчас им дали прям вот единовременно, грубо говоря, стабильность. Каждый месяц определенную сумму денег. Я не знаю, все ли ее видят, потому что по разговорам не все ее получают вообще. И я также видел в Ютубе обращение некоторых отрядов, что они вообще не получают целыми отрядами. Да, но по факту, да, они, я думаю, за денег, и сама жизнь там их не устраивает, а здесь хоть, видимо, что-то, и опять же туда отправляют. Давай так, почему ты подписал контракт с Министерством Баронова? Как это выглядело, и что это было? Я не контрактник. Ты не контрактник? А, ты мобилизонный. Усечняющий вопрос, переходим к теме войны. Нам, если ты мог, ты воюешь 22-го года. Да, 20 сентября, сентября, сентября. Отлично, ты по сути сейчас уже миленеер за 2 года. Ну, ты плюс-минус там 2 года. Я не знаю, это могу обосновать там с точностью плюс-минус. На момент, когда тебя сделали мобиком, кем ты был, какая у тебя была зарплата, какой у тебя был статус-то? Кландиросъемная, несъемная, конечно же. Я живу с женой, у нас своя квартира. Своя в Москве квартира? Не в Москве, а в Подмосковье. Мы как бы, ну, выбраться вообще, план был вообще подальше уехать, на самом деле, в тихие места, какие-нибудь дом. То есть, такого плана уже. Видимо, с возрастом к земле больше тянет. К землю? Ну, на землю, на землю. Нет. Работал я на Швейке, был начальником ОТК, получал 50 тысяч рублей. ОТК это? Отдел технического контроля. А супруга? Супруга у меня, она руководитель проектов интернет-рекламы. Она удаленка может, может в офисе работать. Ну, и она получала больше, по идее. Ну, конечно. А что шили на Швейке? В основном, под заказ, для НСити шили платье, какие-то, ну, женские, в общем, женские костюмы, да, трикотаж, костюмы платят, что-то такое. В принципе, нормально у него и у нее. Это перспективно. Ну, типа, получается, там, 1120 было, и если своя не арендованная квартира, то все по жизни было более-менее. Дело не в этом. Я никогда не остался бы работать за 50 тысяч. Это была временная мера, так как я ушел с прежней работы. Там я работал в столярке как раз. Ну, в хороших отношениях с владельцем был. Зарплата вполне меня устраивала. Там сотка плюсом. Просто уже ушел по физическим характеристикам, скажем так. Потому что довольно-таки тяжело это выносить. И для легких, и для физически вообще большая нагрузка была. И поэтому, чтобы просто не быть бездельником, я пошел, нашел первую работу. Просто-напросто. Там вообще платили 25 тысяч. Я должен был быть просто разнорабочим, помогать тканям. Так как женский коллектив, ткань привезли, я поднял. Подгрузить. Да, что-то скрутить. Ну, то есть, грубо говоря, мужик в доме, типа того. Я пошел легко сразу, пока буду искать что-то серьезное себе. Или летать в облаках, не знаю, открывать опять что-то или не открывать, или где-то что-то. Думаю, там поработаю. Ну, поработал, проявил себя. Меня повысили. И потом, в результате, вообще повысили. Вот начальник ОТК. 50 тысяч рублей. Думаю, ну, пока так. То есть, можно сказать, что финансовый вопрос не стоял остро. Вы нормально жили? Абсолютно. Ты не, грубо говоря, не умирал на этом швейном производстве? Нет. Это не столярка? Нет. С 9 до 6 спокойно. Я был рад очень. Я себя спокойно чувствовал вообще абсолютно. Так. Начинается война. 24 февраля 22 года. Мысли, чувства? Ну, мысли, конечно, я особо, ну, так скажем, не любитель ковыряться в чем-то где-то, чтобы прям вникать. Потому что я прекрасно понимаю, что нам дают информацию. Все, что я увижу, мне надо это увидеть. И как я это буду воспринимать, это уже зависит от моего личного мировоззрения. Я даже сейчас не могу, ну, не вспомню, что я чувствовал там или думал. Это 100%. Ну, я вообще не понимал, в принципе, что вот началась какая-то возня вот эта, ну, так я ее назову, да, что люди жили, 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 потом бац, и вот что-то случилось, начало очень быстро все это афишироваться. Очень сильно пошел накат вот этот, агитация, как это еще сказать? Пропаганда. Пропаганда, вот, да, агитация слишком жесткое слово. Пропаганда. То есть, прям вот конкретно. Я прям почувствовал, что начинается какой-то легкий такой постепенный накат именно патриотизма. То, что давно было когда-то забыто, как-то это начинает ощущаться немножко. С какой целью? Я, ну, честно говоря, не знаю, задумывался. Может быть, это связано с тем, или совпало просто, что люди, большинство в массе своей, которые недовольны вот в России жизнью, и то там очаг какой-то, то здесь очаг, то там выступают, что давайте что-то делать, то там, может быть, это как-то связано. Что дабы не случилось чего-то внутри страны, сделали какую-то, может быть, внешнюю историю. Давайте вот какое-то, возможно, недовольство в сторону войны. Совершенно верно. Окей. Сентябрь началась так называемая частичная мобилизация. Было ли это у тебя на глазах? Как это вообще происходило? И как это уже коснулось лично тебя? В какой форме? Как это выглядело? Значит, ну, я так вот не наблюдал, ну, как наблюдал, по телевизору показывали там, что, грубо говоря, ребята начинают там много очень добровольцев, то есть вот эта вот тема еще началась, и мобилизованные идут, радостные, и все-все-все. Ты понимал, что есть вероятность, что ты станешь одним из них? Ну, конечно. Я вообще фартовый, поэтому... Нравится твой сарказм. Я был уверен. В земле фартовый. Было так, что я прописан в Москве, а живу с женой, соответственно, ну, почтовые ящики, и я недоступен там. Поэтому... Такой себе фарт. Да, я позвонил в военкомат, говорю, так и так, вот, мне интересно, мы же все все-таки верим в букву закона, все как должно быть. Я говорю, я такой-то, такой-то, я прописан там, мне повестка вообще была или нет? Мне говорят, приезжайте, узнаете. Мы им по телефону только информацию не даем. Я говорю, ну, хорошо, когда можно приехать. Ну, и, в общем, когда мне сказали, я приехал, мне прям там вручили повестку. Приехал зам префекта, насколько я помню. И, в общем, я слышу такую речь, что он там всех довел, там, по-моему, военком вообще до инфаркта, там был временно исполняющий. Девочек до слез. И, в общем, в таком плане, что вам сказано, столько-то дней, столько-то людей вам надо. То есть, конкретный план. То есть, я понимаю, что и здесь этот, хочется вырубаться, конечно, вездесущий план. Вот. И все, он сказал, отсюда никто не выходит. Кого они отпустили собраться домой, с милицией быстро обратно возвращаем. Сегодня все отсюда уезжают. И я понял, что все, я... А ты вообще смещали? Я пополнение, не, я просто приехал. Ты приехал узнать. Да, приехал узнать. И реально в этот день и уехал. Не, на самом деле нет. Я поговорил с девушкой там была, Катерина. Я говорю, так и так, но так не делается вообще, ребят. Если уж вы призываете, ну, дайте хоть время собраться, что-то мне попрощаться там с родными. Я говорю, ну, как-то надо сказать по-человечески-то, да. Да, вот. И там прям, ну, они меня выбесили. Одна там, давай-давай, завтра утром ждем. В общем, я на нее там тоже немножко покричал. Но меня отпустили, да. Потому что это было прям, ну, вот я попал, и мне говорят, ну, ты не вовремя прям приехал. Типа вот зампрефектом, мы тебя даже отпустить не можем, сейчас должен ехать. В общем, я просто договорился. Вот. Ну, естественно, я поехал к матери, сказал все. Так и так, говорю, ну, повестка, надо идти. А ты не думал, что, блин, да черт с вами, с вашей повесткой, буду прятаться, буду жить не по прописке? Ну, и, конечно, думал. Эти мысли, я думаю, у всех были, ну, возможно, у всех. Просто я взвесил всю историю, что мне там сказали. То есть, полгода тыла, не больше, именно полгода. То есть, я не буду, я потому что, ну, не боевик, грубо говоря, не солдат, там, фортуна или еще что-то спецназ. Полгода ты в тылу сидишь, и все, это полгода. Но, естественно, радость их, такая мысль, она немножко, это, ум, ну, немножко. Тумане. Тумане, да, потому что ты не будешь анализировать, насколько действительно тебя и что там. Но я же не могу знать, что там и насколько я туда попаду. Смотри, вот ты говоришь, я не могу знать, что там. Сентябрь месяц, то есть, там, условно, ну, хорошо, февраль, февраль берем. Март, апрель, май, июнь, июль, август. Да, ну, полгода война уже идет. То есть, потопили крейсер Москву, из-под Киева выгнали все эти бесконечные колонны, разбили спецназ в Босилькове, в Гастомеле. Ты знал об этом? Я не увлекался вот всей информацией об этом, я, ну, просто не увлекался. Мне было, честно говоря, вот не настолько интересно, чтобы следить прям за какими. Мне всегда хватало, честно говоря, жены в этом плане. У меня жена всегда, она что-то происходит. Ну, она, я так не могу вспомнить, я просто всегда помню, что я опираюсь на ее мнение, потому что она всегда говорит разумные вещи. Вот, я убеждаюсь, что, извини, очень важно читать новости хотя бы. Я как минимум призываю. Как минимум из разных источников, потому что, да, вот человеку было обещано полгода тыловых каких-то служб, полгода тыловых работ, а мы-то знаем, что предыдущие полгода армия Российской Федерации уже успела себя запятнать преступлениями страшными, совершенно военными, грабежами, мародерствами, убийствами, изнасилованием, пытками, что гнали их от самого, от самой Киевской области до границы, что уже был Чернобыль освобожден, да, и куча всяких, всяких историй. Ну, ты не знал об этом, потому что ты не интересовался. Жена, получается, сказала иди. Не, не жена сказала, иди, жена. Ну, все, естественно, переживали, и все против. И более того, вот мы даже когда с ребятами начали общаться, мобилизованными на эту тему, мы вообще почему-то думали, что, ну, такая мысль у нас пришла, что мы, мобильники, это, грубо говоря, группа реагирования, показать, что, ну, Россия может быстро заполнить территорию. Мы себе даже, ну, прикол, так, затычки, боевые лопаты, затычки. То есть, все, мы свое, грубо говоря, нас распределили, вот мы сидим, типа, чтобы здесь спокойно не прошли, все. А идти там до фронта, там, 22 километра было до Куземовки, когда мы приехали, только мы полгода сидели в тылу, 22 километра от Куземовки. Только копали и копали, копали и копали. И мы вообще не думали, что мы пойдем вообще когда-то напередок. Это прям было какое-то для нас очень избыточное что-то. Но вас никто этим не пугал, никто этим извлекал. Все, парни, вы там свои 6 месяцев отрубите в тылу, родина вас не забудет, будет благодарна. Сколько? 200 тысяч? 200 плюс Собянинские, да. Да. Бабам! И все будет. Сколько ты заработал за всю войну? Ну, по 250 тысяч за месяц, считайте, сентябрь, с октября получается. Полтора года, ну, 3 миллиона. Ну, больше, ну, больше двух, да. Куда-то деньги делал? Самообеспечение, в первую очередь. Ну, не может потратить человеку на себя 200 тысяч. А я и не говорю, что я все потратил. У меня лежит все там на счетах где-то, что-то работает. Ты отдала жене? Ну, конечно. Классика. Тоже классика. Что мать сказала, когда ты сказал, что пойдешь на войну? Ну, что она скажет? Она ухает, ахает в слезы. Да каждая мать одно говорит, наверное. Как же так? Зачем? А нельзя как-то изменить? А как ты изменишься? Когда у тебя была первая... Так, во-первых, в какое подразделение ты попал? В плане какой подразделения? Ну, название есть его там. Цифры полк батальон. 1432 полк. Полк 1432. Это мотострелки? Мясной полк. В этом году он стал. Получил знание. Звание мясного полка? В этом году, да. Ранения были? Нет. Когда был у тебя первый бой? Никогда вообще. Я не участвовал в боях. Не-не-не, подожди. За полтора года войны ты получал эти шальные деньги и вообще не было войны? Мы сидели единственный раз на закрепе, это под Куземовкой. До той стороны, по-моему, до первого поста 250 метров было. Мы просто сидели в блиндажах, а перед нами был другой полк, который пытался зайти к ним в полку. Окей, расскажи тогда последний день в составе оккупационных войск. Последний день. Уточню, ты споришь с тем, что это оккупационные войска или нет? Нет, абсолютно. То есть ты понимаешь? Конечно. Последний день, какой у тебя было там БЗ, даже там за день до этого, сколько у вас человек было? Я понял. Обстоятельства попадания в плен, грубо говоря. Мы сидели в тылу, прямо реально в тылу, в тылу. Нас потихоньку, нас передали 272 полку в распоряжение, именно нашу роту, как я понял. И нас потихоньку начали подвозить к ним на их позиции, скажем так. Мы, естественно, там не понимаем, где кто находится, как далеко и что происходит вообще. И нас вывозили по частям, по 7 человек, по 3 человека. В последней партии был как раз я, у нас 3 человека было. Нас привезли, выгрузили в какой-то там посадке, которая до позиции немного, как бы там километр, наверное. Мы перетащили вещи до блиндажа, то есть это заняло там, не знаю, несколько часов, туда-сюда ходили. И все, к нам подходит взводник, говорит, ребята, у вас выход, командир полка такого-то дает задание, вам нужно дойти до этой точки. Мы говорим, где это, что это вообще такое, и т.д. и т.п. Нам говорят, вам сейчас вот Альпину вам перекинут, и вы пойдете и будете трекером еще вот так вот ставить все. Но мы понимаем, что, как бы им сказали, вы понимаете, что это в один конец. Если вы там рассказываете, что там ЭГСы стоят, там расстреливают, просто ребята пройти не могут через перекресток, там просто все 300-е. Не волнует ничего, вам нужно туда пробежать, вы по другой дороге пойдете, и все нормально будет. Ну, в общем, понятно все. То есть добежать, закрепиться. Добежать, даже не закрепиться, просто добежать до этой точки и там остаться. Вот как бы приказ такой. Через 4 дня примерно вас либо сменят, либо вода едак вам придет. Тут тоже сомнения, потому что если мы можем не добраться, то провизию точно никто не понесет. И смысла тогда там пребывания я вообще не вижу. Но в итоге мы пошли, совершенно каким-то чудесным образом мы прошли без единого выстрела. Трое пошло? Четверо. Четверо. Да. Мы пошли, показали куда идти, ну там немного птички летали, мы решили спрятаться, посидеть. А эти пошли, два старых, с другого подразделения. Ну, в итоге они дошли, и мы решили пойти. Наша точка Б-25. Мы доходим до Б-23, нам в рацию говорят, все, оставайтесь с этими людьми. Оказывается, Б-25 уже, уже войска, да, другие. Ну и все, мы ночь просидели, мы пришли часов пять где-то, наверное. Ночь просидели, бабка вокруг все спалила, не знаю, как нас не заметили, думали, что ну тоже спали. Это, да, так когда это все было? Это было 29 мая этого года, да. И 30 мая нас взяли уже в плен. Как вы взяли в плен? Блестяще, естественно. Ну да, вообще, ну ура на самом деле, ребятам респект. Просто подкрались очень тихо, потому что мы не понимали, где находится вообще сторона противника, скажем так, да. И все, очередь дали, прям такую хорошую очередь. Мы вдвоем высовываемся, просто нам вот пулемет вот так вот стоит, думаю, ну привет. Сдавайтесь, ребят, давайте не будем стреляться. Ну все, сдаемся, чего куда стреляться, варианта нету. Ну и все, остальные тоже вылезли. Короче, все шесть человек попали в плен? Да, все шесть человек попали в плен. Кто у вас за плен? Стармех такой есть. Я не знаю, какой бригаде или там подразделение. Это позывной? Да, позывной. А подразделение ты не знаешь? Я не знаю, откуда ты. Не уверен. Нет, я не знаю. А отношение было какое? Значит, ну сказали, ребята, как бы ведите себя спокойно, будете жить, это понятно, логично. Все-таки война, любой прыжок на месте, попытка улететь. Ничего, дошли, ребята спокойно говорили, все, пацаны, то есть расслабьтесь, для вас война закончена. Там попить, кому что, покурить там, то есть ранение, никто не ранен, ничего. Отнеслись очень, довольно-таки прям на ура по-людски, я был удивлен очень сильно. Почему? Ну потому что я думал, что там находятся с той стороны просто звери, которые уничтожают так, что и морально, и физически. А откуда такая уверенность? Ну, эта уверенность навязана, потому что навязана из, опять же, с утюгов, с интернета, что везде, на той стороне сплошной нацизм. Да, садизм, нацизм, и все в этом ключе, как бы. Но все так думают, это не новость. Ну, просто смотри, смотри, почему, да, ты там производишь впечатление, ну, действительно, человека думающего, рассуждающего, даже банально Дима там обратил внимание на то, как ты строишь предложение, как ты разговариваешь. Ну, можно сказать, что там глупый человек ведется на пропаганду, потому что, ну, когда есть расхожие фразы, пропаганда не делает людей глупыми, пропаганда рассчитана на глупых. Но ты не производишь впечатление глупого человека, почему ты все равно был в плену в предрассудках, что вот, значит, есть кровожадные там бандеровцы, там, неонацисты, садисты, которые там будут обязательно, не знаю, там, кастрировать, издеваться, что там какие байки расскажут. Почему ты тоже в это верил? Я думаю, что здесь работает, если я не ошибаюсь, выражение окна Вертона, когда изо дня в день будут, там, как-то напрямую или косвенно навязывать одну и ту же мысль, мозг будет все равно постепенно воспринимать и думать именно в этом ключе, постепенно. Потому что, когда ты пытаешься разобраться, ты понимаешь, что второй стороны информации у тебя нет, у тебя негде взять, грубо говоря, как это, не альтернативу, а сам, сам, первоисточник, скажем так, а потом раскидывать, где ложь, где не ложь, где полуправда, где не полуправда. Вот, и, соответственно, не с чем сравнивать, и ты видишь только одно. Ну, а как ты можешь сомневаться в том, что ты видишь своими глазами, например, да, какие-то ролики, там, еще что-то, если у тебя, ну, другого нету, а это твои глаза. Хотя я понимаю, в такое время живем, что там и не дощайте сейчас. Безусловно, уже теперь и глазам ты веришь опасность. Да, сейчас вообще ничего нельзя верить. Хорошо, ну, сейчас ты своим глазам поверить можешь, ты видишь отношения, которые к тебе проявили украинские солдаты. Отношение к тебе в плену. Что ты скажешь по поводу того, что тебе говорят, показывают и реальность? Ну, я скажу абсолютно точно, что вот реально у меня мир просто перевернулся. Почему? Потому что, несмотря на то, что, опять же, я в плену, я пришел с оружием на территорию другой страны, ну, другого, скажем, государства. Да, по идее, ну, по закону военно-времени со мной церемониться не надо. В первом месте вообще нас накормили. Нам прямо вот бутерброды лежали, вода, сигареты. Говорят, парни, все, не надо там, кто трясется от страха, кто что, ну, понятное дело, стресс. Все, с этим, как говорится, закончили, забудьте про войну, все, вы сейчас поедете, и все будет нормально. Вот, второй момент, когда нас начали перевозить, я общался с людьми, вот сидят, они просто разговаривают со мной. Он там показывал фотографии разрушенных домов, например. Я понимаю, что это дома явно не в России, а его, потому что у кого-то там семья погибла, у кого-то дома разрушены. Почему я верю в это? Потому что люди сидят, у них в глазах вот реально столько горя и печали, и ненависти ко мне в то же время. Потому что, ну, понятно, почему, да? Да, представитель той стороны. Да, совершенно. Хотя я этого не делал, и это не важно. Я с ними, грубо говоря, пришел сюда, и я виноват также в этом. То есть, тут такая логика. Но я смотрю, что у людей слезы наворачиваются, то есть, они говорят абсолютно откровенно, эмоционально. И, ну, наряду с этим еще и отношением, то есть, ну, да, говорят, понимаешь, я хочу тебя убить, например. Но я не буду этого делать, потому что я не садист, я не там, не фашист. То есть, есть рамки какие-то все равно. Я очень сильно был удивлен этому, потому что, ну, реально, я думал, там все, конец. Оказывается, нет. И, ну, вот в таком ключе я не один раз пообщался, и это... А, и, кстати говоря, вот на одном из разговоров радио играло, скажем так, новости были. И прямо в момент вот этого нашего разговора, говорит, только что там ракета поразила детский сад. Опять в каком-то населенном пункте. Ну, я вообще, конечно, в шоке. Там, естественно, все на эмоциях сразу начали быть. Вот, ну, и я был в шоке, конечно. То есть, я отсюда, на этой стороне я понимаю, что происходит с той стороны в отношении этой стороны. Смотри, я много, и, безусловно, меньше, гораздо, чем Дмитрий. Тем не менее, довольно много уже общаюсь с российскими военнопленными. Я пришел к мысли, можешь подтвердить, можешь опровергнуть. Мне кажется, я убежден в том, что если человек думающий, да, если он все-таки там не какой-то индоктринированный, промытый, там, путинист, расист, я все-таки считаю, что если человек думающий, его достать из вот той среды, в которой, как ты говоришь, из каждого утюга идет пропаганда бесконечная, достать его, изолировать, шаг первый, да, от той среды и дать возможность не накачать другой какой-то контрпропагандой, а просто посмотреть глазами на то, как выглядит Украина, как выглядят украинцы, как выглядят украинские солдаты, как выглядят украинские мирные. Мне кажется, что любой, да, думающий, нормальный, здравый человек все начинает понимать. И он начинает понимать, где ложь, где та самая правда, за которую так сильно хотят воевать в России, да, кто враг, кто друг, кто тут бандеровец, кто тут фашист, кто тут расист. Вот как ты считаешь? Ты можешь мою точку зрения провернуть, можешь ее подтвердить. Нет, я опровергать не буду, потому что это неправильно. Я здесь согласен на 100%. Единственное, что я могу, ну, не могу на 100% согласиться, что именно конечная информация, да, я увижу, что здесь вот все правильно. Я про это, я пока не знаю. То, что касается вытащить человека из потока информации, положить его, грубо говоря, в холодный воздух, так скажем, чтобы его мозг немножко остыл, освободился, и мысли сами по себе начали работать. Вот тогда человек начнет свободно мыслить, что как раз-таки и пытаются забить вот эту вот тему во всех государствах, в принципе, как я думаю, воздействием с различной стороны всевозможных новостей, и т.д. и т.п. Мотивуляция вот это. Человеку просто надо побыть, грубо говоря, наедине с собой, в спокойной атмосфере, тогда он начинает, мозг у него начинает освобождаться от личной информации, от лишней. И он начинает, да, и он начинает соображать. Это я, ну, это сто процентов, система рабочая, я просто знаю. Видишь. Здравая мысль. Скажи мне, пожалуйста. Мне, ну, как бы, глобально, кажется, надо переходить к более интересным вопросам. Да. Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь про русский добровольческий корпус, слышал, не слышал? Ну, в принципе, я узнал только о нем в плену. Так, что ты узнал, что тебе сказали? Ну, просто скажи, что есть такое общество, которое, даже не знаю, сейчас сформулирую, не сформулирую. Если я правильно понял, которое ведет правильные, должна вести правильные действия в отношении, в отношении неправильной верхушки российского государства. Так вот, я смотрю, я, давай, да, 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 ты так очень аккуратно, дипломатично, деликатно выразился. Да, 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 все объясню, все несколько проще. Русский добровольческий корпус – это подразделение, которое создал я, оно состоит преимущественно из граждан Российской Федерации, я по-прежнему являюсь, так же, как это, гражданин МРФ. Просто мы изначально выбрали сторону Украины, это наш новый дом, но, опять-таки, да, не совсем правильно говорить, что мы защищаем наш новый дом. У нас есть большое количество добровольцев, которые из России приезжают для того, чтобы противостоять российской агрессии. То есть для нас существует, грубо говоря, два важных этапа. Первый этап – это помогать вооруженным силам Украины защищать территориальную целостность непосредственно самой Украины. Но наш второй шаг, да, наша там еще более важная цель – это способствовать смене режима, насильственной, любого рода, в самой Российской Федерации. Я всем ребятам говорю, что мы воюем не против России, мы воюем не против русских, мы воюем, в первую очередь, против режима, который вас одурачил и натравил на соседнюю страну. Поэтому, как бы, я уже давно выражения не стесняюсь, я приговорен к пожизненному сроку в Российской Федерации. Российская Федерация наша, значит, многострадальная приговорила русский добровольческий корпус, оклемила, да, оклемила террористической организации запрещенной. Ну, понятно, они живут во лжи и отрицают все, что им угрожает. Вот, поэтому мы боремся и за территориальную целостность Украины, и за наше будущее, в принципе. Потому что я, как и ты, москвич, я очень хотел бы не в кандалах пройти по улицам родного города когда-нибудь. Поэтому миссия у нас тяжелая, миссия у нас непростая, но, тем не менее, получилось в огне этой войны выковать полноценную оппозицию. Да, не вот эту, которая там про разговоры за чашкой кофе, а про ту, которая с оружием в руках. То есть я не скрываю, да, безусловно, наша конечная цель – это абсолютный слом, снос режима в Кремле. Вопрос теперь еще более важный. Почему ты сейчас сидишь в этом стуле, рядом со мной, на этом стуле? На этот вопрос я отвечу довольно-таки уже долгое время. Если говорить вкратце, скажем, устал от беспомощности, устал, если сленгом выражаясь, быть терпилой, от дискриминации, устал от собственного же, как говорится, народа в России. Потому что с чем не сталкиваешься, ничего не работает. И если что-то ты пытаешься сделать, то получается, крайний будешь ты в любом случае. Нет, мы говорим про Москву, я про регион даже не говорю, потому что там вообще своя, наверное, какая-то система, бюджетопиление, и все, там вообще на всех плевать. Тут хоть как-то что-то делается, но это, и мне кажется, даже плитку перекладывают для того, чтобы очередной разбавки только-то работать. Я думаю, что это очевидно. Это да, все знают, я думаю, понимают. Просто нету прав на самом деле, нету прав, ничего не работает. Опять же, повторюсь, система, это не работает, она работает против народа. Опять же, дискриминация по поводу гостей с ближнего зарубежья. Что бы я ни сделал, я буду неправ, потому что они к ним должны толерантно относиться, потому что... Ну, это бы наш человек, по-моему. У них, на них свои планы, они ценнее. Даже эти люди понимают. А как думаешь, почему они ценнее, чем коренное население? Ну, как, потому что они пока что приехали, они, ну, скажем так, боятся, так как они бесправные типа. Они соглашаются на любую работу, за любые деньги. Они просто перевозят сюда семьи, заполоняют все это дело. А потом они потихонечку становятся хозяевами жизни. Вот и все. Потому что у них, во-первых, работают диаспоры, которые все организовывают, все документы там, все какие-то моменты. То, что мы говорили. Русского человека это нет. Ну, потому что русский человек дома, зачем ему диаспора привык жить в спокойной обстановке. Те, кто приезжает, начинают навязывать свое, не понимая то, что это не слабость, это просто, ну, такой ритм жизни у людей. Менталитет. Смотри, ты рассказал, по сути, ну, если обобщить, это обида, назовем так. Это большая, да, обида, это бешенство, можно сказать. Я чуть-чуть спрошу, может быть, речи. Зачем тебе нужно становиться предателем и быть... Предателем, конечно, в глазах власти. Зачем ты ставишь условно нормальную жизнь, там, где-то в Подмосковье, жена, у тебя руки нормальные, голова на месте, жена зарабатывает. То есть, по сути, ровная ситуация. Нормально, но сейчас, грубо говоря, там, средний класс. Я просто не успел договорить к этому, как раз вел. Ну, вот на самом деле, что, видимо, ну, не хочется жить, ну, с возрастом начинаешь задуматься, вообще, зачем ты есть и что ты такое. То есть, ну, как потребленец паразитировать, поел, в туалет сходил, все, у тебя и, как бы, жизнь прошла. Ну, вот, и по мере вот этого всего, что годами накапливалось, весь негатив, все эти ситуации, истории, все отношения, вот понимание, что плевать всем на тебя, грубо говоря, в России, главное, чтобы бабки заработать и все. Возник вопрос. То есть, вот он, момент сейчас настал. Может быть, вот этот тот момент, как раз, когда ты должен принять решение, что пора что-то менять. Ты живешь для чего-то, чтобы вот что-то поменять. Свою руку приложить к какому-то действию. Что оно, возможно, в чем-то и поможет. Хоть как-то проявить свою внутреннюю позицию, наверное, и не быть все-таки до конца уже терпилой. И, не знаю, ходить по улицам, понимая, что ты не можешь ничего сделать, но ты понимаешь, что ты прав. И ходить, вот как, грубо говоря, забитое говно. Конечно, извиняюсь за выражение. Любого думающего человека это угнетает. Ну, по мне, видимо, это все-таки настал тот момент, что что-то сделать. Потому что, во-первых, и до этого, я вот смотрю, там общины появляются русские, опять же, да. Они там тоже как-то пытаются развиться. Люди начали что-то делать, делать. И, как бы, ну, наверное, опять же, это вот как с одной стороны что-то, с другой стороны что-то, только уже более близкое мне. Что я это действительно могу что-то принять участие, скажем, там, где я могу принять участие. Оно в любом случае где-то принесет плоды. И я буду частью этого. Пришел момент, скажем так. Целый президент Путин после наших боевых действий в Благородской области нас признал врагами, предателями, клеймил нас всячески власовцами и так далее, и так далее. Но мне стало очевидно, что он воспринимает нас однозначно как угрозу. Возможно, не из-за того, что мы там, да, мы пока не являемся каким-то там сверхогромным подразделением. Но то, что мы можем достучаться до думающих русских людей, таких как ты, например, вот это стало опасно. И из-за этого он там, сжимая кулачки, просил Федеральную службу безопасности обратить особое внимание. Сергей Иванович, лайк не вижу. На русский добровольческий корпус. Хотя, например, того же Навального, да, если ты знаешь, он его фамилию не произносил до самой смерти Алексея. Видимо, потому что не считал вообще угрозой все это оппозиционное движение. А нас вот он сразу и в террористы записал, и меня по жизненному сроку приговорил. И ФСБ знает, что он просит с нами разобраться. Я думаю, что мы, видимо, давим как раз вот на тот самый нерв, да, который ты сам нащупал. И я рад, что мы, судя по всему, делаем все правильно, раз думающие люди, в первую очередь думающие люди, да, такие как ты, ты произвешь впечатление человека думающего, хотят стать частью нашего большого дела. А в дальнейшем, наверное, и большого похода, да, крестового на Москву, который... Марш справедливости. Марш справедливости 2.0. Версия 2. Да. Смотри, я хочу, чтобы ты понимал, что если ты пожелаешь стать частью РДК, это, по сути дела, билет в один конец. То есть обратно в столицу мы вернемся только с победой. И, да, конечно, режим Путина не вечен, но, тем не менее, это важный шаг. Я никого никогда силой в русский добровольческий корпус не затягиваю. Хочу вам напомнить, что у человека даже в плену остается выбор. Он не обязан идти к нам. Ему не угрожают, да, это не какая-то там пригоженщина. У человека всегда есть выбор ждать конца войны или отправиться на обмен, но, тем не менее, ты здесь. Ты осознаешь, что это серьезный шаг, и свою жену, скорее всего, ты увидишь там только на территории третьих стран в дальнейшем. Абсолютно верно. И ты на это готов пойти? Готов. Это дорогого стоя. Как она отнесется к этому? Честно говоря, сейчас не готов сказать. Не знаю. Не знаю. У меня есть сложный вопрос. Давай. В любом случае, насколько я понимаю и знаю, потому что общаюсь и с бойцами РДК, и с командиром, и с офицерами, у тебя в любом случае будет бой, в любом случае будет война. На тебя будет бежать солдат армиэра. Наш соотечественник. Соотечественник. Ну, я зашел так издалека, без уточнения. Проблема его убить. Или не проблема? Отвечу по-своему, опять же. В данной ситуации я считаю, что я буду выполнять конкретную цель, которую я осознаю в мире со своим мировоззрением, скажем, с своей точкой зрения. И поэтому для меня этот человек будет представлять опасность для моей жизни и для достижения моей цели. То есть у тебя нет каких-то сложных моральных дилемм? Нет. Ну, это хорошо. Ну, это хорошо. Ну, мне просто нравится то, что ты понимаешь наши цели глобальные. Нам, знаешь, часто пытаются с той стороны, потому что подразделение наше медийное тоже хорошо очень представлено. И пропагандисты с той стороны пытаются, значит, из нас сделать каких-то вражеских наймитов, креатуру каких-то западных спецслужб, что мы, мол, действуем в их интересах. А я всем объясняю, ну, друзья, я лично всегда был в оппозиции правительства, всегда считал, что это антирусский, антинародный режим. Но просто до начала этой войны у меня не было возможности взять в руки оружие и объединить и продолжать объединять людей, которые думают похожим образом вокруг себя. Теперь у нас такая возможность появилась, но наше мировоззрение, наши идеи, они остались точно такими же. Мы по-прежнему считаем этот режим антирусским, антинародным, вообще античеловечным. И наша священная задача его снести силой оружия и силой убеждения. Дмитрий? Как ты видишь себя через три года? Что ты, ну, ты как человек, который здраво дает оценку происходящим событиям, ты смотришь не просто обложку, а смотришь еще и контекст. То есть, ты по-любому, наверное, складывал себе перспективу, что будет через год. Вот возьму тебя, к примеру, Денис к себе, что через год, как ты видишь для себя самую идеальную картинку. Вот я вот хочу, чтобы через год было так. И при этом самую плохую картинку, но мы сразу убираем там 200-300-й как бы. Если 300-й, тебя вылечат. То есть, я знаю, там Миша Перс была. А, да? Они знакомы? Не, они нет. Ну, я просто для всех говорю, что с медициной в РДК все хорошо. У нас есть ролик с Мишей после ранения, после Белгородской народной республики, где я буду баллотироваться. Я там записал обращение. Все нормально. Поэтому вот расскажи вот ветку. Самый топчик и... Ну, наверное, это большой разброс. У меня на он приходит только, наверное, золотая середина. Что я все еще, как говорится, в строю. И я часть команды, которая все-таки развивается в своей перспективе и идет к намеченной цели. Скажем так. В прекрасном настроении и, соответственно, расположении духа. Так как, надеюсь, что все будет все-таки идти, как запланировано. Ну, как-то так. Ну, деликатно, аккуратно, но все-таки... Толерантность наше всех. Ну, у меня... Очень дипломанично, но... У меня глобально вопросов нет. От себя сделаю следующее уточнение. Там комментаторы уже на эту тему почти не пишут, но... Все кандидаты, которые собираются, допробуют себя силой в рядах РДК, они проходят тщательную проверку. Начиная от анкетных данных, там... Психологических тестов. Психологические тесты, различные осинт истории, поднимается биография, соцсети. И также инструментальный полиграф проходится, поэтому пропихнуть сюда какого-нибудь агента ФСБ ГРУ, давайте. Будет интересное интервью. Я думаю, Денис разрешит с ним пообщаться, взять интервью. Поэтому... В качестве интертеймента. Да, у меня глобально вопросов нет, но я думаю, что, возможно, у него есть вопросы к Денису. Да, если хочешь, можешь задать сейчас. Если нет, у нас есть такая условно-постоянная рубрика, опять-таки это строго по желанию. Ты можешь обратиться сейчас к тем, кто будет смотреть это видео на территории России, к возможным мобилизованным или будущим мобилизованным. Если ты хочешь вам что-то сказать, ты можешь это сделать сейчас. Имеется в виду, надо сюда идти, не надо сюда идти, что брать с собой, плавки там, панамку. Ну, я могу сказать одно точно. Начинайте думать не когда сюда уже попадаете, а начинайте думать немножко заранее, чтобы не попасть в такую ситуацию, что вами начинают крутить, как хотят. И только в конце пути вы понимаете, что вас использовали. Но уже поздно. Ну, естественно, как всегда. Но выход всегда есть, просто выход может не понравиться, а безвыходных ситуаций не бывает. Ну, что могу сказать. Всем благ, здоровья и думайте, больше думайте. Желательно заранее. От себя добавлю. Попасть в ряды РДК есть более спокойные и лайтовые версии, нежели через линию фронта, плен. Вот это все сложно и опасно. Можно подписаться на телеграм-канал РДК. В закрепленном комментарии будет ссылка. Это их официальный канал. Там есть инструкции, там есть контакты, куда написать. Их представители с вами спишутся, объяснят, разъяснят, как можно попасть в их ряды без... Без плена и ужасов войны на той стороне. Поэтому у меня, по сути, нет. Если все-таки кто-то надумает поиграть в лотерею с военушкой, черный пакет на свой рост. Потому что... Это все, что нужно взять с собой. Да, все остальное выдаст оккупационная армия, но оно вам все не пригодится. Сколько вас готовили? Месяц, с учетом месяца недели. Сколько ты за полтора года войны стрелял? На стрельбище несколько раз все. Ну вот, да. В РДК вас ждет качественная тренировка, обмундирование и питание. Да, не рекомендую людей с какими-то проблемами, с физическим состоянием пробовать. Потому что здесь будет, как в американских фильмах, когда там полигон, дождь, грязь, и все бегут, и все кричат. Да, обучение полноценное. Я видел, я продолжаю заниматься съемкой, не хочу участвовать в этих историях. Все, вопросы? Все, да. Да, отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok